В этом году в дошкольных учреждениях Анапы небывалыми темпами появляются дополнительные места. В действующих детсадах переоборудуются различные комнаты и кабинеты. Работы ведутся на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов. Детский сад «Билочка» на хуторе Просторном получил на реконструкцию 2,5 миллиона рублей. Садик расширят на 20 стационарных мест и 15 отведено для кратковременного пребывания детишек. Увеличивая места, говорит заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко, ведется и ремонт всего детского сада. Хуторской садик не ремонтировали 20 лет. Надлежащий вид приводит и пищеблок. Старое здание полностью пришлось переоборудовать. Обновленный детский сад распахнет свои двери для хуторских ребятишек 1 сентября. Виктор Фоменко ответственен за реконструкцию трех детских садов. Муниципалитет Анапы выбрал именно его, поскольку к данному делу относятся добросовестно, как говорится, по-хозяйски. Следующий садик «Елочка» – поселка Виноградного. Дети постарше прибывают на первом этаже, а на втором появилось 20 дополнительных мест для малышей, возраст которых 3-4 года. Как работали? Все было проведено в срок, мы закончили даже раньше. Подрядчик шел к нам на все уступки. Порадовала аккуратностью выполненных работ и санкомната. Даже унитазы подобраны с учетом полу-ребенка. Для мальчиков – голубые, для девочек – розовые. Группа полностью готова. Осталось только установить мебель. Надо бы благодарить губернатора Красноярского края, который принял беспрецедентную программу, выделяя такие большие средства. И, конечно, главе муниципального образования, Сергей Павлович, поставил сегодня эту задачу, что вопросы увеличения мест детских дошкольных учреждений и одновременно снижения очевидности являются для нас приоритетными. Территория детсада большая, поэтому управление образования планирует со временем построить во дворе еще одно здание. Сейчас этой темой занимаются специалисты архитектуры Анапы. Я думаю, это очень темно. Нет, это не берем мы. Я думаю, вот этот самый такой, вот этот хороший для линолеума. В принципе, вот этот вот подходит для линолеума. Да, вот этот еще один. Линолеум подбирает группам 24-го детского сада села Джигинка. Ведь он должен быть качественным и не затемнять помещение. Раньше здесь был дом творчества. С годами себя не оправдал. Детей занималось мало. И многие кабинеты пустовали. Управление образования приняло решение переоборудовать здание под детсад. Его площадь почти 2000 квадратных метров. На реконструкцию выделено 22 миллиона рублей. Рассчитан садик на 100 репетишек. Но самая главная задача, которую ставит перед нами глава, и вот мы делаем эти объезды регулярно, это прежде всего качественное исполнение работ. Сегодня предпринимателям, которые работают в детских садах, дана возможность показать себя, проявить себя. Потому что не гоже в детские сады заводить какие-то самые дешевые материалы. Работы должны исполняться качественно, так, чтобы потом не было необходимости их переделывать. И было комфортно. И тем, кто работает в детском саду, и, конечно же, самым главным – это нашим детям. Детсад комбинированного вида. Здесь будут вести прием психологи и логопед. Новое дошкольное учреждение позволило полностью закрыть в Джигинке очередь в детские сады. Новый садик создаст 55 рабочих мест. А значит, на территории сельского округа появится еще одно бюджетообразующее предприятие. Также Людмила Гузенко отметила, муниципалитетам в следующем году было запланировано приступить к строительству детсада на хуторе Красный Курган. Но, учитывая дополнительное финансирование, выделенное краевой властью, администрация Анапы готова приступить к его строительству с первых чисел августа. На капитальные ремонты всех запланированных в этом году детсадов выделена беспрецедентная сумма. Мы работаем по программе развития дошкольного образования. И в общей сложности в этом году на эти цели у нас уходит где-то около 148 миллионов рублей. Такого огромного вливания в детские дошкольные учреждения, ну я не знаю, даже не было, пожалуй, в советские времена. Работы ведутся как на селе, так и в городе. Реконструкция детского сада «Ракета» началась 3 июля. За три недели строители завершили полностью ремонт крыши. И сегодня уже у нас новая кровля. Прошедшие дожди нам показали, что она надежная. Везде новые окна. Предыдущие настолько пришли в негодность, что их невозможно было открыть, чтобы проветрить помещение. Сейчас ведется предчистовая отделка спальных комнат. По словам заведующей детсадом Татьяны Камневой, в процессе ремонта выяснилось, необходима установка пожарной сигнализации, проведение электричества и замена отопления. Смету изменили и согласовали с администрацией города. Муниципалитет Анапы выделил еще дополнительные средства. Садик рассчитан на 170 мест. Большие перемены и в детсаду «Виктория», расположенном в третьем А микрорайоне. Заведующая детсадом Татьяна Громыко приняла решение переоборудовать подвал под прачечную. И не ошиблась, помещение получилось большим и просторным. Есть где установить и несколько стиральных машин, и пару ванн для замачивания белья. Отдельное место отведено для чистого белья, которое будут складывать вот на эти полки. Три остальных комнаты – складские помещения. С пользой можно использовать и мансарду, говорит Татьяна Владимировна. Раньше здесь был солярий. Дети лежа на койках, принимали солнечные ванны. Но из-за сквозняков процедуры пришлось отменить. Зато сейчас все можно пустить в дело. Получится группа на 37 человек для детишек кратковременного пребывания. Ребята в отведенные часы будут играть со сверстниками и получать необходимые знания по подготовке к школе. Администрация Анапы уверена, шагая такими темпами, за 2-3 года дошкольное образование на курорте станет гораздо доступнее. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион.